Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока сегодня – решение задач. И мы с вами продолжаем решение заданий, связанных с сложением и вычитанием дробей с одинаковыми знаменателями. Значит, мы с вами все задания проверять не будем, потому что они легкие, а проверим только задание номер 97. У вас в ответе должно было получиться, что 14.31 часть января была без осадков. Разберем решение задачи номер 99. В классе из 24 учеников 13 учатся на «отлично», а 8 – на «хорошо». Какую часть всего класса составляют отличники и хорошисты? Записываем условия. На «отлично» 13 учеников, на «хорошо» 8 учеников, а всего 24 ученика. И нам нужно узнать, какая часть всего класса учится на «хорошо» и «отлично». Ну, давайте сначала узнаем, сколько это учеников учатся на «хорошо» и «отлично». Для этого мы 13 прибавим 8, и у нас получится, что 21 ученик учится на «хорошо» и «отлично». А так как всего у нас 24 ученика, и вопрос, какая часть всего класса учится на «хорошо» и «отлично», значит, ответ запишем дробью. То есть, 21, 24 часть класса учится на «хорошо» и «отлично». Следующая задача номер 100. На 6 десятых части поля в 200 гектаров посадили картофель, а на 3 десятых части поля – лук. Какая часть поля и сколько гектар осталось незасеянным? Записываем условия. Картофель занимает 6 десятых части поля, лук занимает 3 десятых части поля. И у нас фактически два вопроса. Какая часть поля незасеянная и сколько гектар незасеяно? Сначала в частях узнаем, какая часть поля засеяна луком и картофелем. Для этого 6 десятых прибавим 3 десятых, и получится, что дробь 9 десятых. То есть, на 9 частей из 10 у нас посеян лук и картофель. Так какая же часть поля осталась незасеянной? Конечно, это 1 десятая, потому что все поля мы разделили на 10 частей, а на 9 частей из этих 10 мы посеяли лук и картофель. Поэтому на 1 десятой, значит, все поле 10 десятых, вычитаем 9 десятых, и получается 1 десятая часть поля не засеяна. И теперь узнаем, сколько же это гектар. То есть, нам нужно узнать 1 десятую часть от поля в 200 гектар. То есть, найти дробь от числа 200. Чтобы найти дробь от числа, мы данное число делим на знаменатель и умножаем на числитель. Поэтому 200 делим на 10 и умножаем на 1. И получается, что 20 гектар не засеяно. И записываем ответ. 20 гектар не засеяно, и это 1 десятая часть всего поля. Следующее задание номер 101. Выполнить действие. Пункт А. 19,21 минус 16,21 и плюс 7,21. Работаем по правилу. Чтобы сложить или вычесть дроби с одинаковыми знаменателями, знаменатель оставляем без изменения, а числители складываем или вычитаем. Решаем это выражение одним действием. Знаменатель 21 переписали. Из числителя 19 вычитаем числитель 16 и прибавляем числитель 7. 19 минус 16 это 3 и 3 плюс 7 в числителе получается 10. А знаменатель 21 переписали. И наш ответ 10 двадцать первых. Пункт В. 9 одиннадцатых плюс 8 одиннадцатых минус 10 одиннадцатых. Знаменатель 11 переписали. Знаменатель 11 переписали. 9 прибавляем 8 и вычитаем 10. 9 плюс 8 это 17. 17 минус 10 в числителе получается 7. И наш ответ 7 одиннадцатых. Пункт В. Пункт В. 100 сто первых плюс 1 сто первая минус 99 сто первых. Знаменатель 101 переписываем без изменения. К числителю 100 прибавляем единицу и вычитаем 99. И наш ответ 2 сто первых. Номер 102. Решите следующее уравнение, если известно, что 3 четырнадцатых плюс 8 четырнадцатых равно 11 четырнадцатых. Пункт А. Х минус 3 четырнадцатых равно 8 четырнадцатых. Х это наше неизвестное уменьшаемое. Чтобы его найти, нужно к вычитаемому прибавить разность. То есть 8 четырнадцатых прибавляем 3 четырнадцатых. И у нас ответ готов. Это 11 четырнадцатых. Пункт В. 11 четырнадцатых минус у равно 8 четырнадцатых. У это неизвестное вычитаемое. Чтобы его найти, из уменьшаемого, то есть из дроби 11 четырнадцатых, вычитаем разность. То есть дробь 8 четырнадцатых. Если мы из 11 четырнадцатых вычтем 8 четырнадцатых, у нас будет ответ 3 четырнадцатых. Пункт В. Z плюс 3 четырнадцатых равно 11 четырнадцатых. Z это неизвестное слагаемое. Чтобы его найти, из суммы, из дроби 11 четырнадцатых, вычитаем известное слагаемое 3 четырнадцатых. И смотрим на наше равенство. 11 четырнадцатых, вычтем 3 четырнадцатых, останется дробь 8 четырнадцатых. Поэтому Z равняется 8 четырнадцатых. И последнее уравнение. Пункт Г. 11 четырнадцатых минус P равно 3 четырнадцатых. P это неизвестное вычитаемое. Чтобы его найти, из уменьшаемого вычитаем разность. То есть 11 четырнадцатых вычитаем дробь 3 четырнадцатых. Если вычтем из суммы первое слагаемое, конечно, у нас останется второе слагаемое. Поэтому наш ответ P равняется 8 четырнадцатых. Номер 103. Решить уравнение. Пункт А. Х минус 3 тридцать четвертых равно 5 тридцать четвертых. Х неизвестное уменьшаемое. Значит, красности прибавляем вычитаемое. 5 тридцать четвертых плюс 3 тридцать четвертых. Здесь мы числители сложим устно. 5 плюс 3 это 8, а знаменатель не меняем. И наш ответ 8 четырнадцатых. Пункт В. 36 семьдесят седьмых минус у равно 19 семьдесят седьмых. У это неизвестное вычитаемое. Чтобы его найти, из уменьшаемого вычитаем разность. И у нас получается у равен 36 семьдесят седьмых минус 19 семьдесят седьмых. Устно из числа 36 вычитаем 19. В числителе получается 17. А знаменатель 77 переписали. И наш ответ у равен 17 семьдесят седьмых. Пункт В. Z плюс 15 двадцать четвертых равно 23 двадцать четвертых. Z это наше неизвестное слагаемое. Чтобы его найти, из суммы вычитаем известное слагаемое. То есть из дроби 23 двадцать четвертых вычитаем дробь 15 двадцать четвертых. Устно вычитаем из числа 23 пятнадцать. И у нас получается в числителе 8. А знаменатель 24 переписали без изменения. И наш ответ Z равняется 8 двадцать четвертых. Пункт Г. 14 восемьдесят седьмых плюс P равно 80 восемьдесят седьмых. P это наше неизвестное слагаемое. Чтобы его найти из суммы, то есть из дроби 80 восемьдесят седьмых, вычитаем известное слагаемое 14 восемьдесят седьмых. Устно из числа 80 вычитаем 14. И получается 66 в числителе. А знаменатель 87 переписываем без изменения. В этих уравнениях, ребята, вы могли еще сделать проверку. Но я здесь не написала. Вы можете нарисовать черту и вместо Х или У или З или П подставлять найденные значения и сделать проверку. Номер 104. Тоже решить уравнение, но здесь нам немножко усложнили это уравнение. В правой части еще записали целое выражение. Разбираем решение. Пункт А. 17 тридцать пятых минус Х равно 8 тридцать пятых плюс 3 тридцать пятых. Чтобы найти Х, мы сначала правую часть посчитаем, то есть упростим данное уравнение. Поэтому левую часть переписываем без изменения. 17 тридцать пятых минус Х равно. А справа считаем 8 плюс 3 это 11, знаменатель 35 переписали. И у нас получается дробь 11 тридцать пятых. Ну а теперь решаем, как обычно. Х вычитаемое, чтобы его найти, из уменьшаемого вычитаем разность. 17 тридцать пятых вычитаем 11 тридцать пятых. 17 минус 11 это 6 тридцать пятых. И записываем ответ. Пункт В. У минус 17 двадцать первых равно 19 двадцать первых минус 16 двадцать первых. Левую часть переписываем без изменения. А справа считаем. 19 минус 16 это 3 и знаменатель 21 переписали без изменения. И получилось обычное уравнение. У минус 17 двадцать первых равно 3 двадцать первых. У это наше неизвестное уменьшаемое. Чтобы его найти, вычитаемое, прибавляем разность. То есть 3 двадцать первых прибавляем 17 двадцать первых. 3 прибавляем 17 это 20 и знаменатель 21 переписали. И наш ответ у равен 20 двадцать первых. Пункт В. З плюс 35 сорок девятых равно 41 сорок девятая плюс 39 сорок девятых. Опять-таки левую часть переписываем без изменения. А справа считаем. 41 плюс 39 это будет 80 и знаменатель 49 переписываем без изменения. Чтобы найти слагаемое Z, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. То есть из дроби 80 сорок девятых вычитаем дробь 35 сорок девятых. И наш ответ Z равен 45 сорок девятых. Разберем решение задачи номер 108. Похожую задачу мы уже разбирали. Читаю условия. На три десятых части посевной площади в 130 ар посажен картофель. А на пяти десятых лук. Сколько ар посевной площади осталось неиспользованной? Записываем условия. Картофель занимает 3 десятых части поля. Лук занимает 5 десятых части поля. И осталось неизвестно ар незасеянным. Но все это вместе составляет 130 ар. Давайте сначала в частях узнаем, сколько засеяно картофелем и луком. Для этого 3 десятых прибавим 5 десятых. И у нас получится, что в 8 десятых такая часть поля засеяна луком и картофелем. Ну а теперь узнаем это в арах. Сколько же ар засеяно луком и картофелем? Значит, нужно узнать 8 десятых от 130. Чтобы найти дробь от числа, мы данное число делим на знаменатель и умножаем на числитель. 130 делим на 10 и умножаем на 8. И получается, что 104 ар засеяно луком и картофелем. Ну а теперь можно узнать, сколько ар осталось неиспользованной. Для этого 130, вычитаем 104, и получается, что 26 ар не засеяно или не использовали. И записываем ответ. 26 ар не использовали. Ну а теперь рассмотрим задание для самостоятельной работы. Номер 105. При каких значениях А верно равенство? И здесь даны 3 пункта. Пункт А. А 22 плюс 9 22 равно 34 22. Пункт В. А 47 плюс 23 47 равно 43 47. Пункт В. А 79 минус 17 79 и равно 44 79. Номер 106. Решите следующее уравнение устно. Здесь, ребята, сказано устно, но вы будете решать письменно. Если известно, что 8 24 плюс 15 24 равно 23 24 и даны 4 уравнения. Похожие задания мы с вами решали. Я думаю, вы легко с ними справитесь. И номер 107 это тоже решить уравнение. Пункт А. З плюс 12 23 равно 17 23. Пункт В. 27 45 минус х равно 18 45 плюс 3 45. Пункт В. У минус 7 13 равно 12 13 минус 3 13. Сегодня мы с вами столько уравнений решили, что я думаю, если вы записали все решения, то вы легко справитесь, посмотрев на решения, которые мы сделали в классе. И легко решите, и все у вас будет готово. До свидания, ребята. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Татьяна Валентиновна. И мы с вами продолжаем изучать рассказы по истории. Тема сегодняшнего урока «Героизм спитомена». По какому плану мы сегодня будем работать? Поход Александра Македонского в Среднюю Азию. Героизм спитомена. Последствия вторжения Александра Македонского. Если бы ты выкинул все свои драгоценности, вооружился луком со стрелами и жил среди саков, то так же был бы свободным человеком. Саки к врагам беспощадны, друзьям верны. В середине IV века до н.э. В Европе образовалось государство, которое называлось Македония. Правивший им царь Филипп II, чтобы вести завоевательные войны, собрал могучие войска. Но внезапно умер, и престол занял его двадцатилетний сын, будущий великий Александр Македонский. Образованием Александра занимался величайший ученый того времени, и это был Аристотель. Он сумел привить способному мальчику интерес не только к политике и военному делу, но и к медицине, и к естественным наукам. «Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно», так говорил Александр Македонский. Уже в детстве Александра отличали смелость и безграничное честолюбие. Во Вселенной бесчетное множество миров, а я еще и одного не завоевал. Филипп всегда старался воздействовать на Александра скорее убеждением, чем приказом. Александр завоевал очень много стран и прославился, как Александр Македонский. Как и других завоевателей, его привлекали несметные богатства Востока, в том числе и нашего края. Поэтому он решил прежде всего завоевать и нашу родину. Александр Македонский в 330 году до нашей эры разгромил войско последнего древнеперсидского царя Дария III, который был из рода Ахименидов. Он принимает решение обезопасить тыл и покорить народы, живущие за рекой Окс. Это река Амударья. Первой на его пути оказалась столица Бактрии, город Бактрии. В это время сатрапом Бактрии был бес, происходивший из рода Ахименидов. Он оставил Бактрии врагу и бежал за Окс. В 329 году до нашей эры он захватил Бактрию. Затем он начинает наступление на Сагдиану. Завладев городом Маракандой. Мараканд, ребята, это город Смарканд. В 329 году до нашей эры греко-македонцы захватили Мараканду. Александр оставил здесь гарнизон, а сам с основной частью войска направляется к Сардарье. Основав в Мараканде свою резиденцию, то есть постоянное место пребывания, он продолжил поход в сторону Сардарьи. Завоевателям никогда не удавалось с легкостью завладеть нашими землями. Храбрые сыны Турана, ребята, вспомните, на том уроке мы с вами говорили, что такое Туран. Но я напомню, это территория Средней Азии. И на этот раз мужественно поднялись на борьбу с врагом, с яростным желанием освободить родину от захватчиков. Освободительное движение в Туране продолжалось 3 года. Руководил им искусный военачальник Сагдеец Спитамен. Сагдецы по весь голос распевали патриотическую песню. «Процветай, Сагдеана, мы сыны твоей Родина, за свободу готовы сложить свои головы!» Повстанцы прежде всего захватили Мараканду, разгромив оставленное там Александром войско. Узнав об этом, Александр для подавления восстания Спитамена направляет туда многочисленную Радь. Радь – это войско или армия. Однако Спитамен разбил и это воинство. Теперь Александр, сам повернув назад, выдвинулся со своей неисчислимой армии и взял Мараканду в кольцо. В одном из тяжелых боев он был даже ранен. Но, несмотря на это, осада продолжалась. Опытное, хорошо обученное войско Александра все же взяло верх над повстанцами. Спитамен вынужден был отступить. В ходе захватнической войны Александр понял, что эти края невозможно завоевать только силой, что нужно принимать и другую тактику. Сначала Александр Македонский уведомил Спитамена о том, что если тот прекратит сопротивление, то получит должность правителя Сагдианы. Однако Спитамен считал предпочтительней смерть, чем предательство, и отверг предложение Александра. Тогда Александр стал ломать голову над другим хитроумным решением или планом. Спитамен должен быть уничтожен, размышлял он, и как можно быстрее, пока не поднял на ноги всю Азию. Но как? Ведь по следам этого бешеного барса гонятся тысячи моих воинов, но никакая сила не может его одолеть. Ну что ж, раз сила не берет, поможет коварство. Неужели среди воинов бешеного барства не найдется хоть один шакал? Так размышлял Александр Македонский. В народе Спитамена называли Барсом. Такое прозвище ему было дано не потому, что он носил школу барса, а потому, что он был смел и проворен, как барс. Александр решил воспользоваться услугами предателей. Предателей родины и добился своей цели. Александр одолел Спитамена, хитростью убив его путем коварства и обмана. Это событие произошло в 328 году до нашей эры. Сагдейцы похоронили Спитамена с большими почестями. И вот как описывает убийство Спитамена. Героическое восстание Спитамена было жестоко подавлено. Историк описывает смерть Спитамена следующим образом. Спитамен любил свою жену неистово и брал ее всюду с собой. А она была озлоблена длительными побегами и новыми изгнаниями. Утомленная бедствиями, она пыталась переубедить его. Но он отвечал, что он предпочел бы смерть. На Перу, когда ее муж был опьянен и погружен в сон, она вынула свой меч, который скрывала под свои одежды, и отрубила ему голову. Обрызганная кровью, она вручила голову своему рабу, сообщнику преступления. Сопровождаемая им, не сменив свою окровавленную одежду, она появилась в македонском лагере и вручила голову Спитамена Александру. Спитамен погиб. Но народ еще год продолжал бороться против захватчиков. Восстание за свободу, хоть и было подавлено, но оно продемонстрировало мужество и отвагу сынов отчизны. Александру Македонскому, в конце концов, удалось покорить наш край. Однако, это ему дорого обошлось. Каковы же последствия вторжения Александра Македонского на территорию Средней Азии? Греко-македонское завоевание опустошило и разорило среднеазиатские земли. Было уничтожено очень много людей, многие города были разрушены. По приказу Александра Македонского в Средней Азии было построено несколько городов, названных его именем. Например, Александрия на Оксе и так далее. Итак, мы продолжаем. Каковы же последствия вторжения Александра Македонского на территорию Средней Азии? Постепенно возрождаются ремесла и торговля. Происходит слияние традиций местной и греческой культур. Пехота и конница греко-македонцев пополнялась за счет молодых бактрийцев и сагдийцев, вооруженных по македонскому образу. Одни из них были основаны на месте разрушенных сагдийских и бактрийских городов. Другие города были созданы как новые опорные пункты. В походах против горных крепостей молодой полководец был лучшим солдатом своего войска. Ребята, это характеристика Александра Македонского. Он самоотверженно и стойко переносил все трудности и лишения. И не было опасности, которой он не бросался бы навстречу в радостном упоении борьбой. Но когда пали последние твердыни, и Александр спустился с гор в равнины Бактрии и Сагдианы, он снова преобразился из македонского полководца в царя Азии и высоко поднялся над своими македонскими, и линскими и азиатскими подданными. И, ребята, делаем выводы. Вторжение в Среднюю Азию. Македонский, разгромив Персию, отправился на восток. В 330 году до нашей эры перешел Амударью и захватил город Самарканд или Мараканду. Происходили грабежи и насилие там, где оказывали сопротивление. Очень тяжело было подчинено Сагдейское государство. Александр Македонский направил войско к Сакам, но не смог подчинить подкупам сакских правителей. Выводы о Спитамене. Спитамен – руководитель борьбы. В 329 году до нашей эры Спитамен объединил народ и вошел в Самарканд. В борьбе войск Македонского впервые потерпели крупное поражение. Приговоренные к казни 30 представителей знати приняли смерть с песнями о родине. В 328 году до нашей эры Спитамен предпринял попытку освободить столицу Сагдейцев, город Самарканд. Их борьба длилась более трех лет. В конец была измученная и обессиленная армия Александра Македонского, и он был вынужден отступить. И, ребята, задание. Прочитайте учебник, параграф 29, страница 89-92. Напишите отличия и схожесть в характерах Спитамена и Александра Македонского. Вы можете это составить таблицей, можете расписать предложениями. Ну что, ребята, большое спасибо за внимание. Урок окончен. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас урок литературы, и проведу его я, Артемова Елена Викторовна. Тема нашего урока сегодня Лев Николаевич Толстой отрывок Петя Ростов из романа «Война и мир». И начнем мы с вами с определения жанра произведения. Запишите, пожалуйста, что же такое роман. Роман – это эпическое произведение, в котором действует большое количество героев. Их жизнь изображена в изменении и развитии. В фрагменте из романа «Толстого война и мир» описаны события с 1805 по 1820 годы. Вторжение Наполеона в Россию и защита русскими своего отечества. Центральные страницы произведения. И сегодня мы с вами проанализируем один из образов романа «Война и мир» Петя Ростов. В романе наряду с историческими лицами Александром I, Наполеоном, Кутузовым, Багратионом и другими изображены и вымышленные герои. Их более 500 лиц. За 15 лет романного времени они встречаются и расстаются, сражаются, танцуют на балах, спорят, взрослеют и изменяются. С любовью описывает Толстой большую семью Ростовых. Их младший сын Петя 15-летний мальчик, ушедший на войну. Главный герой фрагмента. Итак, Петя Ростов в партизанском отряде. Анализ эпизода из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Когда пришло письмо от Николая о его ранении, 9-летний Петя сурово сказал сестрам, вот видно, что все вы женщины плаксы. Я так очень рад, и право, очень рад, что брат так отличился. Все вы нюни. Кабы я был на месте Николушки, я бы еще больше этих французов убил. Перед вами фрагмент из фильма «Война и мир», на котором изображен маленький Петя Ростов со своими сестрами. Петя Ростов с упоением играл во взрослого мужчину. Эта игра продолжалась до самого 1812 года, до наступления новой войны. Петя – младший сын в семье Ростовых. Ему было всего 15 лет. Поддавшись патриотическому порыву, упросил родителей отпустить его в армию. После долгих уговоров и угроз сбежать, родители согласились. Петя еще не понимал, что его отъезд означает для матери постоянное беспокойство и ежедневную тревогу. Как я уже сказала ранее, Петя Ростов – это был младший сын в семье. У этого мальчика было блестящее будущее. У него была красивая внешность. И в старшем возрасте он мог бы разбить ни одно женское сердце. Но этому не суждено было случиться. Он был весь охвачен желанием воевать. Его вдохновлял пример Николая, старшего брата. Петя и не мог представить, что его могут ранить или убить. Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Именно поэтому Петя просит генерала, у которого он был ординарцем, отпустить его в партизанский отряд Денисова. Когда он приезжает туда, видит Денисова и Тихона Щербатова. Он решает, что они настоящие герои и надо подражать им во всем. Душевное состояние Пети в отряде Денисова напоминает о том, что испытывал его брат Николай, когда он во время войны 1805 года, находясь в австрийской деревне, чувствовал ко всем братскую любовь и кричал «И да здравствует весь свет! Петя тоже любит всех и хочет всем сделать что-то приятное!». Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей. Разговор Пети с офицерами отряда Денисова за ужином показывает нам милого, доброго ребенка, которому захотелось поиграть в настоящую войну. Петя умиляет не только Денисова, который любит всю породу ростовскую, но и всех присутствующих. Он просит Денисова отправить его на задание. «Только вы меня пустите в самую, в главную, мне не нужно наград, а мне хочется». Слова Пети вызывают улыбку Денисова. Петя дарит одному из офицеров свой складной нож, бежит за своей торбой, чтобы принести изюм. У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. Я купил 10 фунтов, я привык есть что-нибудь сладкое. Предлагает свой кофейник, кремния, а потом замолкает, боясь, что над ним будут смеяться, что он ведет себя по-детски. Когда Петя Ростов оказался в отряде Денисова, он хотел себя почувствовать взрослым, он хотел себя чувствовать равным со всеми солдатами. Еще лучше характеризует Петю его отношение к мальчику-французу, взятому в плен. Он переживает, каково ему, покормили ли, не обидели ли. Сначала он думает так, спросить бы можно, да скажут, сам мальчик и мальчика пожалел, но все-таки спрашивает, хотя ожидает насмешки со стороны офицеров. Денисов вполне серьезно относится к вопросу Пети, распоряжается позвать пленного, и Петя подбегает к нему и целует, по-детски выражая свою радость, что его поняли и не смеются над ним. Петя напрасно переживает за пленного мальчика. Солдаты уже накормили его и переименовали весеннего. Петя зовет его к столу, пытаясь ободрить. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подли него в сенях, потом в темноте взял его за руку и пожал ее. Несмотря на то, что в романе Петя не главный герой, Толстому удалось создать замечательный образ мальчика, который воплотил в себе лучшие черты семьи Ростовых. Доброту, чуткость, внимание к другим, открытость, любовь к жизни и людям. Такие люди, как он, призваны приносить радость всем окружающим, тем трагичнее кажется судьба Пети, погибшего при освобождении пленных. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран. Перед вами изображения Тихона Щербатова, Долохова и Денисова. Что же объединяет всех этих людей? В первую очередь в данном отрывке они объединены образом Петя Ростова. Причем Долохов и Денисов это два русских офицера, два человека, которые знают о войне не понаслышке. А Тихон Щербатов это простой человек из народа. Кстати, это единственный подобный образ в романе Толстого «Война и мир». Хочу привести пример описания Денисова из романа «Война и мир». Исхудавшее и обросшее густой короткой черной бородой лицо, весело блеснув глазами, сердито покашливал, одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая Чудотворца и в манере говорить во всех приемах выказывал особенность своего положения. Такую характеристику дает автор герою Денисова. Долохов много рассказов про необычайные храбрость и жестокость с французами. Имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Тихон Щербатый, изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем, отвечал хриплым, но певучим басан, плоские, вывернутые в лаптях ноги. Любит представлять в лицах то, что с ними произошло в разведке. Сияющая глупая улыбка, открывшая недостаток зуба. Каково же было отношение Пети к самой войне? Петя еще совсем мальчик, поэтому и отношение к войне у него особенное. Он не понимает, что война это в первую очередь смерть. Для него война это геройство, приключения, испытания себя. Толстой пишет, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Это состояние и привело Петю к гибели. Петя во всем хочет казаться взрослым и особенно старается подражать Денисову и Долохову, быть достойным их общества. Мальчик пытается быть наравне с ними. Он может и я могу. Нельзя не заметить, что особенно переживает за Петю Денисов, который даже целую ночь не спит, дожидаясь его возвращения из французского лагеря. Денисов просит его только об одном слушаться меня и никуда не соваться, но ведь Петя мечтает командовать. Петя Ростов наделен таким чувством, как патриотизм. Он впитал в себя чувства, охватившие самых разных людей, когда войска Наполеона пошли по России. Это сложное чувство заставило старого немощного человека, главнокомандующего Кутузова, взять на себя ответственность за судьбу России, решиться отдать врагу Москву, чтобы сохранить армию и спасти страну. Это же чувство заставило смоленских купцов сжечь свои товары, чтобы не достались французам. А московских бары сниматься с насиженных мест и уезжать в дальние деревни, чтобы не жить при оккупантах. это сложное чувство и называется патриотизмом. В данном отрывке нельзя не отметить жестокость самой войны. Война это всегда смерть, кровь и много погибших людей. Петя чувствует неловкость при мысли о том, что Тихон только что убил человека. Петя инстинктивно старается не понять спора Долохова с Денисовым о пленных. Денисов посылает их в город, Долохов расстреливает. Слушая и наблюдая вместе с Петей мы видим беспощадность войны, которую он не хочет замечать. Петя Ростов выдержал поездку с Долоховым в лагерь французов, потому что играл в свою игру изо всех сил. Но война беспощадна и не выбирает кому сохранить жизнь. Гибель Пети бессмысленная, но на примере этого героя Толстой показывает не только жестокость войны, но и то, что даже на войне можно не терять человеческих качеств. Денисов пытается уберечь Петю от этой войны, вспоминая его безумный поступок в Вяземском сражении. Но Петя не хочет никого слушать и совершает эти безумные поступки, словно играет в какую-то свою игру. Строчки о гибели Пети особенно тяжелые, даже для Денисова, который видел не одну смерть на войне. Эта смерть была особенным ударом. Чувствуется огромная симпатия Толстого к этому герою. Петя очень добрый, искренний человек, настоящий патриот. Сегодня на уроке мы с вами проанализировали отрывок Петя Ростов из романа «Война и мир». На конкретном примере мы рассмотрели образ главного героя. Запишите, пожалуйста, задание для самостоятельной работы. Ответить на вопросы 1, 2, 3 на странице 137. На этом наш урок сегодня с вами завершается. Я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. До новых встреч.